Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Лекарства пропали и власти впервые официально признали проблему. Так в чем же она заключается? Сегодня у всего журналистского сообщества страны праздник, день печати. В этот день о достоинствах и достижениях нашего холдинга. Каждая сказка интерактивна, тексты на русском языке сопровождает аудиоперевод на национальном. О новой книге сказки нашей страны. Но вначале в Алтайском крае закрывают трассы из-за снежной бури. Из-за сильной гололедицы и метели с полудня закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге Барнаул-Заринск. Кроме того, ограничен проезд грузового и пассажирского транспорта по направлению Барнаул-Алейска и Барнаул-Павловск. Госавтоинспекция призывает водителей и пассажиров с пониманием отнестись к дорожной обстановке и не рисковать жизнью. Этот день богат на аварии и всевозможные происшествия. В начале рабочего дня в центре города встретились автобус, легковушка и трактор. Проезд по проспекту Ленина на время был заблокирован. Не обошлось сегодня и без погибших. Обо всем по порядку Мария Мацаева. На улице Барнаула встретились автобус, легковушка и трактор. И это не начало веселого анекдота, а авария, из-за которой утром оказался заблокирован проезд по проспекту Ленина. Около 11 часов в районе магазина «Красный» 53-й автобус столкнулся со снегоуборочным трактором, после чего в этот же 53-й врезалась легковушка. По данным госавтоинспекции, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, не заметив у края проезжей части трактор-снегоуборщик. Он стоял на этом месте. Дворники накидывали кофтами. Ну, выехал заново. А вот что делать в таком случае, потому что сейчас очень много техники убирает улицы, и они убирают на дорогах это. Соответственно, они как-то не будут затруднять на проезд общественному транспорту машинам? На самом деле мешаются. Всех чистить надо. Легковые автомобили и маршрутки пустили по тротуару напротив доски почета слава и гордость Барнаула. А общественный транспорт объезжал место ДТП по улице Максима Горького. И это не единственное ДТП с участием автобуса. Еще один пострадал на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна. Тем временем непогода продолжает бушевать. На Зминогорском тракте ветром снесло светофор. Устройство разбилось. А вот за старым мостом в сторону Новоалтайска случилось массовое ДТП. В районе Ленточного Бора смертельная авария. По предварительным данным водитель Тойоты при возникновении опасности не снизил скорость и столкнулся с автомобилем Скания с полуприцепом. Водитель Тойоты скончался на месте до приезда скорой. А его пассажирка получила телесные повреждения. Ее увезли в медучреждение. Тем временем в крае вновь объявлено штормовое предупреждение. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. В соседнем городе Бийске этой зимой также актуальна проблема с уборкой дорог и тротуаров от снега и наледи. Как следствие, перебой в работе автобусов, а в такси отказываются принимать заказы. Продолжит тему Дарья Федоркина. Заварившуюся на улицах Бийска снежную кашу придется расхлебывать долго. Выпавший снег после дождя превратился в лед. А техника, очевидно, не справляется с объемом работ. Хотя в преддверии зимы бийчан заверяли в обратном. Город как никогда готов по технике. Действительно так оно и есть. Сегодня достаточно большое количество техники, разнообразной, необходимой для всех видов зимней уборки, обслуживания автомобилей дорог города. Аэродромные и навесные снегоочистители. Самосвальная, погрузочная, тротуарная техника – все это и не только. Должно обеспечивать чистоту на улицах города в сложных погодных условиях. Для обслуживания дорог на дороге города в этом году выходят 58 единиц техники. Из них 26 единиц принадлежат по дорожнику. И 32 единицы Бийск-Автодору. Несмотря на это, движение в городе уже несколько дней затруднено. Образовавшиеся колеи превратили дороги в стиральные доски, которые украшают горы порошка. Из смеси снега и льда. В результате возросло количество аварий в Бийске. Сейчас колея по всему городу. Из-за колеи все происходит так же аварии. В большом количестве, я бы сказал, это больше, чем стандартно. То есть, если взять понедельник, вторник, все равно аварий было больше. На процентов 30. И проблема в том, что машина не может остановиться. Влево-вправо крутит руль. Из колеи вылетает и врезается либо во встречный автомобиль, либо в обочину. Столб, знак и так далее. Судя по количеству оформлений, которые мы введем в статистику, в эту зиму процентов на 40 увеличено. И это не за счет того, что у кого-то резина хуже, либо водительства стажа не хватает. В основном это причина дорожное полотно, потому что гололед в любом месте нашего города на данный момент уже третий день просто абсолютная катушка. Кроме того, ситуация на дорогах города затрудняет работу общественного транспорта. Дорожное полотно значительно сузилось. Автобусы не соблюдают график движения. Сейчас задача доехать до конечной, не то, что там время уже выдержит. Поэтому, естественно, автобусы идут с опозданиями. Это неизбежно. Водители стараются. Машина ломается, к сожалению. У нас каждый день то ресор сломается, то сидушка оторвется там. И еще что-то подобное. Поедет побыстрее водитель. Пассажиры кричат, что везешь дрова, что ли, и так далее. Тоже, казалось бы, да, он пытается время нагнать. И это невозможно. Поэтому, ну, просто надо сейчас потерпеть всем. До конца уберут дороги, почистят все это дело. И я думаю, что будет опять все нормально. Всем участникам движения действительно приходится терпеть. Пассажиры добираются до некоторых остановок общественного транспорта через снежные завалы по тропам. Ну, а добравшись до остановки, войти в автобус – тоже целое испытание. Отвратительно. Я живу в этом доме и ползаю. А вот посмотрите, как разъездили вот эту дорогу. И как людям подъехать, подойти. Как сейчас вот мальчик выходил и упал. Не может никак подняться. Ну, хоть немножко можно было посыпать. Но это неприемлемо. Совершенно. Потому что это реально травмоопасно. И для любого населения. Будь то взрослые, будь то дети. Без разницы. Колеи, толкотня. Они дорогу друг другу не уступают машинам. Сужение дорог, плохо очищено все. Поэтому и задержка. Возможно, люди и на работу опаздывают. Утром особенно. А вот представители администрации уверяют бичам в социальных сетях о том, что работа на дорогах ведется и днем, и ночью. И демонстрируют фото и видео спецтехники в действии. Но по мнению горожан, эти действия остаются в мире виртуальном, а не реальном. К другим темам. Из аптек пропал ряд важных лекарств. Впервые власти официально признали проблему с поставкой медпрепаратов. В частности, Федеральный Росздравнадзор в своем телеграм-канале опубликовал информацию о том, что некоторые лекарства из-за повышенного спроса могут доставлять в аптеки страны с задержкой. Ведомство уточняет проблема в логистике поставщиков и производителей. Наша съемочная группа решила выяснить, испытывают ли сегодня дефицит препаратов в барнаульской аптеке. Амоксицелин и клавулановая кислота – вещества популярного антибиотика, который отпускают по рецепту врача. Но сейчас в аптеках найти его сложно. Фармацевты Барнаула объясняют это сезонным подъемом заболеваемости и покупкой многими горожанами препарата «Про запас». Между тем, Минпромторг на днях заявил, лекарство с импортными компонентами могло уйти с рынка из-за сокращения поставок в Россию. Фармацевты предлагают российские аналоги, но не во всех отечественных препаратах есть нужное действующее вещество. Амоксицелин нет, он в некоторое время их перестали присылать. Могу предложить только амоксицелин, то есть без клавуановой кислоты. А чем нет амоксицелин? А то он вообще раздакал. Я думаю, с логистикой вопрос, потому что их сейчас не присылают, а все остатки раскупили. А вот то, что с логистикой, это не за санкции могут? Возможно. Ну а с кем-то еще препаратами есть сейчас проблемы? Ну так точно не вспомню, но санкции, например, были вопросы, да, его точно не было. Амоксицелин исчезал тоже, он сейчас постепенно появляется, где-то полгода, наверное, не было. А это что за препарат? Прочек эпилепсии. Ну а не знаете, вот в какие сроки сейчас будут решать проблему с логистикой? Не знаю. Мы обошли несколько аптек и во всех подтвердили, что сейчас есть проблемы с наличием целого ряда препаратов, не только антибиотиков. Дефицит ощутили и горожане. Иногда придешь с назначением врача, половина таблеток нет. Противовирусные тоже. Когда мне нужно, я обзвоню, много аптек. Также жители края замечают нехватку жизненно важных препаратов и лекарств узкого спектра действия. Они тоже периодически исчезают с полок аптек. Пульмикор, его сейчас нет нужной дозировки нигде практически. А он для чего? Ну для астматиков. Для астматиков. Это зарубежный препарат? Да. Тяжело сейчас достать его? Ну кое-где есть, в государственных каких-то аптеках, а в частных практически нет. От дебя тоже просрочки были большие. Пришлось покупать на свои деньги, да. Наладили сейчас? Ну сейчас в конце года дали все. Удивительно. А то приходишь, нету, нету, нету. Как бы мазепин, это противоэпилепистическое средство, но я не себе брал его. Его не было, да? Вообще нигде. Федеральный Росздравнадзор подчеркивает, что в данный момент принимаются действия для улучшения ситуации. Дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей оперативной доставки лекарств аптечной организации. В региональном подразделении надзорного ведомства по телефону нам пояснили, что за обеспеченность препаратами несет ответственность Крейвоминздрав. В последнем подчеркнули, что их компетенция – исключительно медикаменты для льготников и пациентов-стационаров. Хватает ли лекарств для этих категорий в нашем регионе? Официальный запрос об этом мы направили в ведомство. Что касается дистрибьюторов частных аптечных сетей, они обещали дать пояснение на следующей неделе. Пока же с их слов известно, что, возможно, скоро мы столкнемся с дефицитом жаропонижающих свечей субупрофеном. Сейчас эта проблема остро стоит в Москве. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а барнаульцам, видимо, стоит лучше укреплять свой иммунитет, чтобы не обивать пороги аптек. Я хожу на ужню здоровья, поэтому как-то в аптеке очень редко хожу. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Дождались. Спустя 14 лет барнаульцы все-таки увидели на большом экране продолжение нашумевшего фильма Джеймса Кэмерона «Аватар 2. Путь воды». В мире премьера стартовала еще в конце прошлого года. Из-за санкций в России прокат был невозможен. Но российские кинопрокатчики нашли выход. Минуя официальное прокатное удостоверение, начали показывать новинку на больших экранах. На премьере побывала и наша съемочная группа. Длинные очереди за билетами. Такого ажиотажа в кинотеатрах не было давно. Узнав о долгожданной премьере фильма Кэмерона «Аватар. Путь воды», барнаульцы ринулись штурмовать кассы кинотеатра. Онлайн-бронирование этого фильма под запретом. Кэмерона «Аватар» Премьера первой части главного фильма 21 века стартовала в далеком 2000 году. В 2009-м лишь в прошлом году мир увидел продолжение. Оценили новинку все страны, кроме России. Санкции не позволили нашим соотечественникам посмотреть голливудскую ленту. Однако уже в конце декабря крупные российские кинотеатры начали показывать второго «Аватара». Несмотря на то, что прокатное удостоверение фильму не выдавали. Причем ценник на новинку кусается. В Варнауле 400 рублей за обычный сеанс, 1000 за ВИП. Но люди готовы платить такие деньги. На премьере «Аншлаг». За моей спиной десятки жителей краевой столицы, которые пришли на долгожданную премьеру фильма «Аватар». Мне билета пока не досталось. Но, надеюсь, выходные я тоже буду в их числе. Если в день премьеры и был ажиотаж, то, скорее всего, не сравнится с тем, какой будет в эти выходные дни. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Сегодня в стране отмечают День российской печати. Это профессиональный праздник всего журналистского сообщества. Кстати, основан он еще во времена Петра I в 1703 году. Редакциям холдинга «Сибирской медиагруппы», в которую входит и наш телеканал, есть что вам рассказать, в том числе и о наших успехах за прошлый год. Передаю слово Ирине Корчагиной. Самое посещаемое СМИ Алтайского края – главное достижение наших коллег из седевого издания «Толк». За год аудитория сайта составила 15 миллионов человек. Свои итоги подводят в каждой редакции «Сибирской медиагруппы». А это крупнейший медиахолдинг региона. Комсомольская правда Барнаул, газета и сайт «Бийский рабочий», «Бийское телевидение», журнал «Автограф» и не только. В месяц нас читают, смотрят и слушают до 4 миллионов человек. Просмотры на сайтах – до 9 миллионов. В 2023 год, на мой взгляд, мы входим как одной из самых влиятельных СМИ Алтайского края. То есть как СМИ, к чьему мнению прислушиваются, на чьи публикации обращают внимание и общественность, и власть. Конечно, мы много пишем про политику, экономику, про чиновников. Это тоже интересно людям. Но, как показывает и посещаемость нашего сайта, статистика, самые популярные материалы собирают жизненные истории простых людей. Порой только благодаря вмешательству СМИ люди отстаивают свои права. Каждый день мы стараемся помочь нашим зрителям и читателям, чтобы кому-то провели воду спустя 30 лет, чтобы близкие, не видевшиеся 40 лет нашли друг друга, чтобы на аварийном участке появился светофор. А еще мы постоянно учимся и растем. Вот буквально в конце года, в декабре, наши девочки-СММщицы из Барнаульской редакции, а также Бийска, были на мастер-классах в Москве. Во время пандемии мы почувствовали, что стали глазами наших зрителей. Тех, кому пришлось перейти на удаленку или карантин. Мы освещали проблемы медицины, нехватки лекарств и, конечно, мы были в красной зоне. В этом году все мы столкнулись с новыми обстоятельствами и также рассказывали об этом нашим зрителям и читателям. Коллеги из Комсомолки запустили выездную радиостудию, а нашим общим продуктом стал дискуссионный клуб «Точка зрения». На всех наших ресурсах мы увидели огромный рост посещаемости. Это говорит о том, что доверие вызывают именно СМИ, а в СМИ всегда проверяют услышанное. Это лучшая оценка нашей работы. Значит, то, что мы делаем, по-настоящему важно и нужно. Ирина Корчагина, День с толком. Сегодня состоялась презентация уникальной книги «Сказки нашей стороны». На территории нашего региона проживает 140 народностей, их численность уменьшается с каждым годом, а носителей языка осталось не так много. Сборник объединил в себе наследие культур и традиций. Подробнее далее. Ой, здравствуйте, люди добрые! До гостей-то сколько собралось! Сохранить и объединить культурные традиции – такова цель сборника «Сказки нашей страны». Он включил в себя произведения почти двух десятков народов, проживающих на территории нашего региона. Думали долго, как нам все это сделать, какие сказочки выбрать, потому что литовские сказки мы любим и знаем, поэтому работа была сделана неплохая. Сказка, забегая вперед, хочу сказать, называется «Юратия и Коститис». Это два имени. «Юратия» – это женское имя, «Коститис» – это мужское имя. Это сказка о любви русалки и рыбака. Каждая сказка в сборнике интерактивна. Можно послушать ее на национальном языке, достаточно перейти по QR-коду. Озвучивали сказки представители краевых национальных организаций. Кроме того, книга содержит справки о проживающих в крае народностях. Это результат нашей командной работы. Это не моя книга. Я являюсь на больших менеджерах проекта. Вы сами видели, сколько мы общались, сколько мы переписывались. Мы считаем, что у книги огромный воспитательный потенциал. Ее можно использовать и на уроках литературы, чтения, рисования, ИЗО. Также можно создавать школьные спектакли, озвучивать эти спектакли. Поэтому думаем, что книга будет жить в школах, поскольку мы мечтаем ее направить в каждую школьную библиотеку. Она имеется в электронном виде, ее получит каждый учитель, каждый родитель. Тираж книги – 400 экземпляров. Подчеркнем, это событие завершило цикл мероприятий, посвященных Году культуры, наследия народов России и празднования 85-летия региона. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Поздравляю наших коллег с Днем российской печати. Актуальных всем нам тем. Благодарных зрителей, слушателей и читателей. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok